Нам предстоит рассмотреть вопрос, связанный с предоставлением Беларуси безвозмездной помощи. Речь пойдет о возможной корректировке действующего порядка регистрации безвозмездной помощи. Управление делами и администрация президента подготовили соответствующее предложение. В целях снижения нагрузки на бюджет, по моему поручению, в 2018 году правительство совместно с управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи. Его реализация уже дала результат. Наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около 240 миллионов долларов. Мы видим активизацию наших западных партнеров, различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем. Ну и вообще такой порядок жесткого контроля поступления и распределения гуманитарной помощи появился после того, как я уже говорил, когда мы заметили, что на гуманитарной помощи в свое время выросла наша оппозиция так называемая, жила неплохо. Фактически ее деятельность антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансирует из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи и установил определенный порядок, честный и открытый. Если это гуманитарная помощь, и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультура, спорт, здоровье людей и так далее, чернобыльские проекты, все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям. Я имею в виду здравоохранение. Продолжение следует...